О-о-о! О-о-о! Анжи заслужил результат, плотность, объем, правильное построение тактическое и очень хорошее индивидуальное действие. Смотрите, как прекрасно сыграл у Галмейда в этом голевом эпизоде. Да, шлип серебром, но это надо еще реализовать. Эбиссилиос забивает после передачи. У Галмейда Спартак до перерыва создавал уже меньше, хотя структуры... ...самый привлекательный, компенсационный момент, но Мавсисян не смог переиграть Висикова. У Зылыша вообще сегодня ничего не клеилось, и удары не шли, и решение принимал на самые лучшие. Не стал героем сегодня Эквицы Промес. Тоже немножечко не в попад играли все атакующие футболисты, хотя после перерыва создали много. С первых секунд начав давление, в конце концов, заработал свой гол. Наиграли, безусловно, на этот гол. Был момент у Мавсисяна, потом у Зылыша. Ну и, наконец, Камбаров. Кирилл врывается в штрафную, пролетает мимо Карлена Макарпычана, и еще одного игрока Анжи падает. На мой взгляд, очень рассчитывал именно на такой эффект Кирилл Камбаров, но этот расчет оправдался. Билков назначил пенальти, пенальти реализовал Дмитрий Камбаров, однако, еще однажды, еще в одном важнейшем эпизоде, когда навешивал Дмитрия, бил Кирилл головой, Спартаку так вот не повезло, как повезло, может быть, махачкалинцам. Но Спартак Александра Жирова не удержал перед воротами, а здесь Кириллу Камбарову мешал соперник. Вот, наверное, это и результат. Анжи победила, у него 5 очков, у Спартака осталось 13. Спасибо, друзья, за внимание, коллегам за работу. Комментировал Александр Шмурнов. До новых встреч.